здравствуйте друзья вопрос на который я отвечаю звучит примерно так молодой человек покупает на интернете что-то из других стран живет в россии и как-то он сетует что вот почта не очень хорошо работает в частности вот две жалобы такие у него что упаковка может оказаться такой разрушенный соответственно там качество товара может пострадать и с другой стороны для того чтобы получить посылку он должен прийти на почту и отстоять в какой-то большой очереди где происходят платежи за коммунальные услуги и как бы все это неудобно долго и так далее то спрашивает вот вы тут как делаете покупки или вообще как это все происходит и я честно сказать призадумался как это у нас происходит но во первых всякое всякое такое отправление она автоматически застраховано поэтому если что-то случилось с коробкой там я не знаю что не помню чтобы когда-то так но бывает да бывает мы когда строили перестраивали дом там или что-то некоторые вещи мы заказывали из-за границы тоже и не только из-за границы бывает что и сша в основном но бывает что такое экзотическое в этом краны какие-то из англии там еще что-то бывает что побьется бывает что упаковка совершенно не не адекватно вот дороги и так далее мы сталкивались с этим и поняли что некоторые вещи мы даже не хотим больше заказывать потому что шанс что доедет как бы небольшой но хрупкие какие-то вещи крупные хрупкие одновременно мы перестали заказать но в основном все очень так нормально доходит я покупаю чудовищное количество книг и вообще всякого добра для офиса вот представьте себе что офис в котором работает 10 человек в котором за год проходит там не знаю 500 600 студентов и мы соответственно заказываем и кое-что для офиса ну скажем для офиса мы заказываем ну скажем вот стакан такие форм капс из пенопласта или как назвать это материал я не знаю такой стаканчики нам при нам привозят мы заказываем в онлайне мы зак покупаем в онлайне практически все что связано с компьютерами с каким-то сетевым оборудованием мы заказываем в онлайне практически всю мебель который у нас есть мы давно перестали это покупать в магазинах для дома то же самое когда тебе нужна какая-то вещь и даже если она достаточно дешевая но и про дорогу я аж вообще не говорю значит ты смотришь находишь сравниваешь цены и как правило это дешевле в онлайне но иногда ты предпочитаешь взять возле дома потому что бывают вещи связанные с тем что ты ну ожидаешь что нужно какой-то сервис там или что то поэтому многие вещи ты предпочитаешь покупать локально есть вещи которые ты хочешь померить там одежду например я я не очень люблю покупать одежду в онлайне хотя это тоже происходит и обувь там иногда и так такие джинсики потому что ассортимент в магазине на местности может быть не очень таким богатым и ты чуть такой как только дочку какую-то хочешь или там чуть-чуть экзотика уже надо куда-то двигаться и смотреть или хочешь просто большой выбор тот выбор который ты имеешь в онлайном магазине ты не не будешь иметь просто в магазине даже фирменного ты можешь пойти в магазин какой-то фирмы например там обувной и и там нету четверти того что есть скажем на веб-сайте этой же самой компании так что очень много покупок делается соответственно вся страна так живет и объем онлайновых продаж растет какими-то космическими темпами соответственно это дает очень много бизнеса и нагрузку создает на систему почтовых пересылок в стране есть несколько сервисов которые занимаются пересылками есть государственный а есть всевозможные частные и я бы сказал даже что частные сейчас и эффективнее и удобнее чем государственные так что большая конкуренция сейчас в этой области там есть есть за что побороться значит что касается упаковки все застраховано поэтому если вещь пострадала при пересылке то вам как покупателю просто головная боль некоторая связанная с тем что вы должны пойти отправить все это обратно и там деньги вам вернут и собственно платежная система так устроена и некоторые места где вы заказываете так устроены что люди которые оперируют продают в этих системах не могут вас особо обидеть вы просто звоните и эти я получил разбитую вещь а он мне отказывается вернуть деньги они забирают деньги отдают вам а там с его счета забирают и тогда ну то есть там есть какая-то система когда вы должны показать вам сказать пришли фотографию ли там что-то но это работает очень четко и я не помню случая чтобы мы покупали как-то вот и возникали реально противоречия противоречия могут быть когда вы берете просто у частного лица вот частное лицо у частного лица например пару недель назад мы хотели купить такой дайте пластиковую акриликовую ну как сказать подставку под 5-6 ножей красивые цветные такие ножи продаются наборами они металлические но там один желтый один зеленый один красный такие очень яркий очень красивый и но они продаются вот скажем в магазине костка без подставки просто набор и мы хотели там подарок сделать людям и заказать красивую подставочку нашли ее на крекс на кекс на ebay и там написано там new там в упаковке там и так далее ну ради бога а приходит и видно что она в общем то не новая и она мутная понимаете одно дело ты берешь вот как она в магазине допустим стояла бы там чистая как слеза не было в магазине мы в магазине купили как-то не было ну и в общем начали искать взяли у человека и мы говорим так она же использована она напишет она абсолютно не использована совершенно новая вещь я никогда там не пользовалась туда-сюда и в общем и приходит она не фирменной упаковки но как в упаковке а приходит на какой-то коробке бумагой как будто обмотана на общем абсолютно какое-то неадекватное описание товара и это бывает но соответственно надо отправить обратно собственно вот и все вы можете от про чтобы отправить или чтобы получить вы не ходите на почту и вы даже чтобы отправить можете не ходить на почту они к вам придут и заберут вот и соответственно Доставка вам оставляет у двери Вы можете получить такое отправление Которое требует вашего физического присутствия То есть они не оставят вам у двери Если нет человека, который распишется Иногда есть такие отправления Которые надо получать физически на почте Но дело в том, что это крайне редко бывает Это очень специфические случаи И это, как правило, совершенно не связано с онлайновой торговлей Это какие-то особые ситуации Поскольку я работаю в офисе То очень многие вещи Это может быть для дома, а может быть и для работы Но я получаю прямо вот на офис Чем это удобно? Что они все равно размозят в рабочее время И, скажем, нет такой проблемы, что они приехали, а жены дома нет То есть она может куда-то поехать, по делам и так далее В офисе всегда кто-то есть И привозится все всегда в рабочее время Поэтому это очень удобно И у нас многие сотрудники получают на наш офис То, что они заказывают в каких-то магазинах просто для дома, для семьи Они получают в офис, приходят, там секретарь расписывается И все это так доставляется очень аккуратно Значит, нет очередей вообще Сама мысль о том, что можно стоять в очереди за посылкой Мне даже как-то в голову не приходит Вы можете, конечно, в каких-то ситуациях пойти что-то такое отправлять Нестандартное там или что-то И можете пойти на почту И вот конкретно вот туда или конкретно сюда Например, когда мы отправляли призы Боже, слава богу, это муторно очень Мы уже некоторое время этого не делали Но мы их упаковывали у себя в офисе Эти маечки, там, кружки, там, не знаю, что мы там отправляли И потом наша сотрудница все это брала Несла в частный почтовый офис Там все это взвешивалось Там этикетки наклеивались Денежки платились и так далее Это был поход Там нет очереди Там, не знаю, там есть три человека, может Вот, так что именно очереди нет Но, опять, это не связано с электронной торговлей И в данном случае мы говорим о том, что Отправка происходит по почте И я могу сказать, что мы покупали очень серьезные вещи по почте Мы покупали по почте, например, ламинат для строительства дома Там хороший трак такой пришел с этим ламинатом То есть мы так в интернете заказали Там траком привезли Там такой, ну, поддон такой И с трака там разгрузили весь поддон Поэтому Это очень расценено И это продолжает развиваться Есть невероятная индустрия упаковок То есть когда вы смотрите Чем можно чего упаковать Это просто глаза разбегаются Я как человек, который Искренне восхищается Даже простыми вещами Просто смотришь и глаза разбегаются Это потрясающе Вот я когда вижу, что сегодня есть там для упаковки У меня такой подъем внутренний делает, честное слово То есть вот, ну, любых размеров Любых там степеней Сопротивляемости там Вибрациям, тряскам, ударам Там еще что-то Всякий обмоточный материал Там смягчающий Там с пузырьками Без пузырьков С большими, с маленькими Очень-очень здорово И вот такая примерно история Счастливо 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 Счастливо